Позади напряжённое время подготовки и сдачи вступительных испытаний. 17 июня в Беларуси стартовала приёмная кампания ВУЗы. Решающий этап и момент истины для каждого абитуриента. В Брестском техническом университете в этом году предусмотрено 521 место для бюджетников. Документы на эту форму обучения принимаются по 25 июля. А также более 750 мест для поступающих на платную форму обучения. Срок подачи документа в этом случае по 11 августа. В РГТУ, потому что здесь специальности мне нравятся больше, чем в Пушкинском университете. Ну и уезжать как-то из родного города никуда не хочется. Поступаю, значит, на экономиста. Специальность у меня называется экономика и управление. Поступаю туда, потому что считаю, что эта профессия будет актуальна в будущем. Поступаю на автоматизированные системы обработки информации. Проходной балл туда небольшой. Специальность удобная. Ну, можно работать вне города. Я считаю, что эта специальность очень престижная, потому что можно работать программистом, тестировать сайты, то есть вводить, когда программы делать свои. Здесь, во-первых, учились мои родители, во-вторых, сюда поступает большинство моих друзей. Мне удобно до него добираться. И здесь, ну, подходящие для меня проходные баллы. Я буду пробовать поступать на экономический факультет. Меня заинтересовала специальность логистика и маркетинг. Ближе к дому и ехать некуда, потому что все-таки всякая аренда там, квартиры, денег на это нет. Общежитие жить как-то не очень хочется в Минске. Технический ВУЗ осуществляет прием на пять факультетов по 30 специальностям, включающих внутреннее направление, а также новую специальность – таможенное дело, заказчиком которой является Брестская областная таможня. Очень серьезная проведена работа по открытию специальности, по осмыслению того, кто на ней будет учиться, какие профессиональные задачи будут выполнять. Уже принято четыре целевика по конкурсу на данную специальность, на оставшиеся бюджетные места, их пока немного – три. Мы тоже видим большой спрос, и я думаю, что и платные места будут востребованы. Еще в начале июня в ВУЗ было зачислено 29 целевиков под потребности конкретных предприятий, а также два победителя внутренней Олимпиады. А вот университет имени Пушкина по целевому набору набрал 93 абитуриента, выполнив план за счет заявок организации и предприятий. По результатам первого дня приемной кампании здесь было подано 204 заявления на дневную и заочную форму обучения. Согласно плану приема в ВУЗе предусмотрено 460 бюджетных и 253 платных места, а также 85 мест для заочников. Среди заявленных специальностей – как традиционные, педагогические, так и другие направления. Это туризм и гостеприимство, психология. Есть еще две специальности новые, которые открыты – информация и коммуникация, урбанология и сети менеджмент. Подчеркнем, университет Пушкина в третий раз получил премию правительства в области качества. 54% его преподавательского состава имеют ученые звания и степени, а это свидетельствует о том, что учиться здесь престижно. Я из Грозненской области. Хочу поступить на специальность логопедии. Выбрали приезд, потому что слышали, что это красиво, город чистый, и мне это понравилось. И прохожу по баллам. Поступаю на компьютерную физику. Шансы 50 на 50. Там уже как получится по проходным баллам. Я эту специальность выбрал, потому что она больше подходит под мой стиль жизни, и я бы хотел работать в этой сфере. А вот кто может не беспокоиться о проходных баллах, так это обладатели золотых и серебряных медалей, а также дипломов с отличием учреждений среднего специального образования. С этого года у них есть возможность поступить на бюджет по востребованным экономикой специальностям, не предоставляя при этом сертификаты ЦТ. Список этих специальностей можно уточнить в приемных комиссиях вузов.